Здравствуйте! В эфире «Город С» Татьяна Дмитриева. Как ведется подготовка к проведению финального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года» в Самаре? И благодаря чему это стало возможно? Об этом говорим сегодня. В нашей студии руководитель Департамента образования Самары Лилия Галузина. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22. Звоните, мы вас услышим. Здравствуйте, Лилия Викторовна. Добрый вечер. Сегодня будем подробно говорить об этом конкурсе «Учитель года». И мне сразу вспомнилось, что в последнее время у этого конкурса яркие страницы принадлежат именно самарским педагогам. Скажите, какая история у этого конкурса? Главное, какое продолжение? Ну, продолжение это еще в будущем. Вот эти преподаватели, которые побеждали в свое время, они сейчас всем чем вообще занимаются? Вкладывают ли они что-то опять же в этот конкурс? Или отходят от этого? Ну, на самом деле история славная. Страницы конкурсного движения, которые мы пролистали за эти годы в Самаре, они наполнены очень яркими личностями. Нам не стыдно за них. И сегодня, ну, скажем так, победители областного конкурса «Учитель года» – самарцы, потому что есть городской этап, есть потом областной. Они все сегодня очень известные в городе люди. Педагоги, руководители, директора, руководители общественных организаций, общественных объединений. Ну, начну, наверное, может быть, с директора третьей гимназии Ильиной Светланы Сергеевны, потому что она победитель 2004 года. Она директор гимназии, и она как раз руководит общественной организацией, клубом, региональным клубом «Учитель года». Да. Причем относительно молодой преподаватель. По возрасту, хоть о возрасте женщины не говорят, все-таки. По крайней мере, когда участвовала в конкурсе, была точно молода. Уже прошло больше 10 лет. Ну, у нас известные руководители школ, которые много работают активно, чьи школы сегодня продвигаются очень значительно. 29-я школа Ирина Михайловна Атапина. Это, ну, у нас есть тоже один из победителей конкурса, не абсолютный победитель, а обладатель так называемого «Малого хрустального пеликана», который вошел в пятерку, Кельдюшкин Владимир Михайлович. Он тоже у нас сегодня директор школы и тоже достаточно интересно работает. У нас есть один из победителей конкурса, который работает в Министерстве образования, занимается государственной итоговой аттестацией. У нас есть победители конкурса, которые работают с заместителями директора по воспитательной работе, по научно-исследовательской деятельности. Ну, действительно, мы видим, что те люди, которые так или иначе вошли в конкурсное движение, показали там высокий результат, они потом не потерялись, они потом не вернулись к обыденной своей преподавательской деятельности. И даже те, скажем, педагоги, которые у нас работают учителями, я считаю, что это вообще, на самом деле, очень хороший показатель, что конкурс для кого-то становится не карьерной ступенькой, а просто способом проверить себя, да, свои силы. И они продолжают работать учителями, но они практически все у нас после этого стали победителями еще и в конкурсном отборе так называемой президентской премии, национальном отборе учителей. Это учителя 200-тысячники. Мы вот недавно смотрели список учителей, которые получили премию президента 200 тысяч за последний год. Они все у нас, их было четверо, они все в разные годы были у нас учителями года города или области. То есть это, конечно, не случайно. Люди побеждают в этом году. Ну и последний случай, самый яркий, это Сергей Кочереж, которому удалось даже с Путиным встретиться, с президентом в Сочи. И об этом было заявлено на всю страну, что это самарский учитель. И благодаря ему, собственно, в этом году будет конкурс «Учитель года» в нашем городе. Расскажите, пожалуйста, когда будет этот конкурс, где он будет проходить, как организован процесс подготовки, потому что я представляю, что это все волнительно и ответственно. Конечно, вы знаете, в самых смелых своих мечтах мы думали о том, что когда-нибудь конкурс придет на Самарскую землю. Нам этого очень хотелось. Потому что уже где-то лет 10 действует вот этот вот принцип, это принцип Евровидения, да, где проводится конкурс на родине последнего победителя. И мы где только не побывали, члены жюри, вот скажем, всероссийского конкурса. Мы были в Калининграде, мы были в Челябинске, мы были в Череповце, мы были в Туле, мы были в Липецке, мы были в Петербурге, мы были в Москве, в Подмосковье. И каждый раз, примеряя, да, опыт региона, думали, а мы бы сделали, наверное, тоже бы неплохо, а у нас бы тоже получилось хорошо. Ну и вот действительно, наверное, мы этого очень сильно хотели. И, конечно, и личные качества Сергея Кочерешко, и поддержка клуба, наш опыт многолетний, который тоже был ему передан, наверное, вот помогли совершиться этому факту. Поэтому уже завтра в город приезжают гости. У нас задействовано огромное количество людей, которые их встречают, привозят в аэропорту и на машинах из железнодорожного вокзала. И вы, наверное, уже не расслышали, что уникальность вот этого конкурса, конкурса этого года Самарского состоит в том, что впервые за историю конкурсного движения все 85 регионов Российской Федерации прислали своих финалистов. Обычно всегда 4-5 человек не доезжают, ну по разным причинам. А вот у нас в этом году соберутся просто все регионы, включая Крым, да, все будут конкурсанты. Поэтому 85 человек у нас заезжают завтра, послезавтра с утра. На первом этапе работает жюри, оно разбивается на 4 группы, потому что 85 человек тоже на 4 группы разбиваются. Это еще 60 человек. Это члены жюри конкурса. Естественно, пресса федеральная, оргкомитет. В оргкомитет у нас входит на равных правах Министерства образования и науки Российской Федерации, учительская газета как соучредитель конкурса и профсоюзы учительские. Это тоже очень большая интересная такая структура, да, которые много лет занимаются конкурсом, организуют его, определяют его идеологию, политику. И такой тандем интересный журналистов, Министерства образования, профсоюзной организации позволяет вот такой интересный баланс, да, находить между, ну, какой-то заданностью и творческим таким началом, да. И в пятницу у нас состоится открытие в Театре оперы и балета с участием губернатора. К нам приезжает в пятницу, прилетает новый министр образования и науки Российской Федерации, Ольга Васильева. Поэтому гостей ждем, в общем-то, высоких. Ну, а уже в субботу педагоги и члены жюри переезжают у нас на первую конкурсную площадку. Это школа номер 41 городского округа Самара. Она располагается в Октябрьском районе. Мы называем ее между собой школу Уладьи. Это еще, кроме того, что это очень интересная школа, школа называется Гармония. У нее очень интересная такая идеология, что ли, образовательная, воспитательная. Очень-очень много ребят там занимаются эстетическим воспитанием. Ну, знаменитый театр «Задумка» на ее базе обучается, да. Ну, и вторая, как бы, особенность школы, которая определила вот наши пристрастия, это то, что она находится буквально в пяти минутах от Ладьи, от красивой набережной. Нам хочется, чтобы гости наши могли в свободные минуты, надеемся, погода все-таки нас порадует. Да, кстати, я посмотрела по прогнозу, что будет солнце и не так холодно. Да, чтобы они могли прогуляться в свободном каком-то своем режиме, посмотреть Волгу, пройтись вдоль реки. И достаточно большое время, около пяти дней, они проводят в этой школе. Два конкурсных испытания проходят на ее базе. Одновременно с этим вечерами, это большая очень программа культурная, экскурсионная, будет проводиться и обязательно клубный вечер. То есть региональный клуб «Учитель года» в один из вечеров приглашает конкурсантов на свою клубную программу, на учительский квест. А потом, когда определится 15 лауреатов, победителей первого этапа, конкурс переезжает на другую площадку, в школу номер 132. Это Ленинский район города Самары. И там будет проводиться второй этап, где 15 лауреатов будут уже другие конкурсные испытания проходить. А все оставшиеся конкурсанты превратятся и в зрителей, и в зрительское жюри, и в участниках мастер-классов, которые будут помогать победителям. И жюри само сменится, приедет другое жюри, так называемое «Большое». Большое жюри, которое будет оценивать работу пятнашки. Ну вот скажу для всех, что возглавляет «Большое жюри» на протяжении очень многих лет ректор МГУ Виктор Антонович Садовничий. То есть, надеемся, его увидеть в нашем городе. Конечно, это будет, ну, какая-то, знаете, феерическая, грандиозная вот такая педагогическая, ну, в хорошем смысле слова, тусовка. Да. А у меня почему-то феерия. Феерия, да, педагогическая феерия. Да, действительно. Всегда интересно, как сегодня выявляется лучший, вот в современном мире лучший учитель. Что это за конкурсы, что за испытания? Вот на первом этапе и на втором. Потому что мне даже кажется, что сегодня без элементов шоу не обойдешься. Потому что нужно что-то демонстрировать, а без шоу это никак невозможно. Как бы это ни звучало, казалось бы, странно по отношению к педагогической профессии. Да, причем мы сейчас говорим о том, что это этап вот у нас здесь, в нашем городе, а до этого еще был один этап у конкурсантов. Они собирались в Москве, проводился с ними семинар по подготовке, и они вот просто как на экзамене, как ученики, за партами писали эссе о своем педагогическом призвании. Это тоже было такое конкурсное испытание, вот оно, видите, такого творческого характера. Ошибки, я думаю, там не проверяли, но я думаю, что учитывали при выставлении, конечно, баллов, безусловно. Но в основном учитывалось все-таки такое индивидуальное представление, что ли, о профессии, да, какое-то свое внутреннее понимание сущности педагогического труда. Ну, а вот здесь сейчас на этапах много конкурсных испытаний. Действительно, вы видите, почти 9 дней у нас здесь проходит конкурс. То есть, ну, сначала святая святых – это урок. Все конкурсанты проводят свой конкурсный урок. И у нас школа номер 41 все лето работала как бы на связи прямой с конкурсантами, потому что было важно правильно нам подготовиться, потому что у каждого свой набор оборудования, да. Кому-то нужны, так сказать, компьютеры, экран, кому-то нужны какие-то специальные пособия и так далее. Кто-то должен был обязательно соотнести тот урок, который он хочет преподать, с той программой, которая в этой школе существует, чтобы не разошлись, да, немножечко в темах. Поэтому здесь была большая такая работа подготовительная. Сначала конкурсанты дают урок. А ученики будут, ученики 41-й школы. Да, ученики будут приглашены, да, это будут ученики 41-й школы. И они еще попутно, вернее, не попутно, конечно, а после урока должны еще сделать самоанализ. Это, кстати, важнейший такой этап, потому что иногда бывает, что своим самоанализом конкурсант либо добавит себе, так сказать, баллов и даже объяснит неудачи правильно. И будет понятно, что он понимает. Ну, тем не менее, сразу видно, учитель анализирует свой урок или механически просто его основные этапы для нас перечислит. Ну, это я как член жюри, да, говорю. Потому что можно даже неудачи во время самоанализа, неудачи урока обернуть в свою пользу, объяснить, почему это произошло. А можно просто, ну, знаете, такую немножечко лекцию для первокурсников из учебника педагогики прочесть по поводу своего урока. И, конечно, сразу видно, что самоанализ не удался. Это тоже важный этап. Потом будет методический семинар, методическое объединение. Это где учитель уже расскажет вообще о своем опыте работы, о том, каковы приоритетные направления вот в его деятельности, да, что он видит как основу, что ли, своего опыта, какие развивает он технологии на уроках. И, конечно, здесь тоже важно, чтобы его рассказ совпал бы и с тем, что мы видели на уроке. Потому что иногда бывает, что учитель рассказывает, что он развивает те или иные технологии, а в уроке он этого, например, не продемонстрировал. Или продемонстрировал совершенно обратные вещи, понимаете. И тут тоже все жюри связывает как бы воедино. К нам уже поступают первые вопросы от телезрителей. Напомню, телефон 202-11-22, звоните, еще есть время. Учитель проработал в школе 20 лет. Имеет ли он право на отпуск в течение целого года? И какой? Оплачиваемый или нет? Есть ли такой пункт в ГЗОТе? Ну, вы знаете, здесь, конечно, лучше еще раз с юристами проконсультироваться. Это такой непростой вопрос. Я знаю, что вообще прецеденты такие были. Но так как опыта вот именно в таком учительском отпуске у нас очень мало, это просто какие-то единичные случаи, а все-таки ГЗОТ меняется. Я думаю, что здесь будет лучше нам проконсультироваться с юристом. Пусть нам звонят в департамент, и наш руководитель правовой службы на этот вопрос уже точно ответит. Да. Если у нас такое мероприятие федерального масштаба будет происходить, вот интересно, основная задача конкурса, наверное, это не только выявить лучшего в профессии, а есть еще какие-то задачи. Ну, конечно. Вот хотелось бы о них тоже узнать, чтобы мы тоже представляли, потому что понятно, что это не только. Задач, наверное, несколько. Одна из задач, она, на мой взгляд, мне кажется, одной из самых важных, это создать некое такое педагогическое сообщество в России, в регионе, в городе, которое бы было, ну, таким, знаете, передовым отрядом, да, авангардом, что ли, учительской профессии. И после того, как конкурс заканчивается, вот это педагогическое сообщество, ну, у нас это в виде клубов, учитель года по стране существует, задавало бы, ну, скажем так, моду, да, стандарты на то, каким должен быть урок, на то, каким должен быть методический семинар, на то, как учитель должен общаться с коллегами, с учениками и так далее. То есть, вот это важнейшая, конечно, внутренняя логика конкурса. Ну, и плюс, конечно, безусловно, тренды педагогические конкурсы задают. Вот это очень хорошо видно по конкурсным испытаниям. Например, два года назад появилось такое конкурсное испытание, как образовательный проект. Его никогда раньше не было. Но так как в последние годы мы стали говорить, что не только урок, как вот традиционная форма, но и проект должен составлять основу педагогической деятельности, эта тема вошла, стала одним из конкурсных испытаний и по идее о том, что же такое проект, как он выглядит. Вот такой вопрос. А что же такое проект по соотношению к уроку? Что это такое? Это другая форма работы. Мы всегда говорим о том, что, к сожалению, уроки часто бывают оторваны немножечко от вседневной жизни, от практики, от каких-то насущных проблем. И как раз проект, он призван соединить знания урочные и практику, жизнь, какие-то потребности ученические. Бывают такие проекты, например, как создать в школе технопарк. Вот задается проект. Есть у проекта свой алгоритм, по которому работает учитель с учениками. И в конечном итоге предлагаются самые разные варианты. А что-то удивляет вас в последнее время с точки зрения использования технологии? Вот учитель придумал использовать такую-то технологию. Что-то новое появляется? Потому что мы сейчас в такое время живем, что вот все новое, новое, новое. И, наверное, нужно в школе за этим поспевать. Да, вы знаете, к сожалению, к сожалению, часто бывает так, что новые технологии применяются учителям порой немножко механистически, бездумно. Технологии ради технологии. Вот как раз, мне кажется, конкурс во многом и помогает педагогу увидеть, определиться, а где у тебя технология абсолютно адекватна твоим задачам, а где ты ее использовал, но она не дала, не принесла результата. Ну, это относится даже к каким-то очень традиционным вещам. Например, учитель рассаживает детей по группам. А потом к концу урока становится понятно, что они просто сели по группам, но если бы они сидели за партами, ничего бы не изменилось. Не дало никакого эффекта. Кроме суеты. Ну и, конечно, в последнее время много говорят о том, что не надо увлекаться все-таки экраном, гаджетами, компьютерами. Что это дети и дома прекрасно уже освоили хорошо, умеют находить информацию, делать это самостоятельно. А вот живой диалог с учителем, глаза в глаза. Вот когда-то было время, например, когда вообще говорили на всероссийском конкурсе, если вы не используете проектор, то, значит, вы не можете претендовать на звание учителя года. Отстаете от времени. Это задача была какая? Всех учителей все-таки приобщить к работе вот с этими передовыми технологиями, потому что, ну, действительно, отставал кто-то. Сейчас уже вообще такой проблемы нет. Да, и сейчас уже вообще иногда бывает урок только с доской и мелом, и он оказывается самым удачным, и ярким, и содержательным, и с точки зрения нравственной, да, как-то наполненным. И именно такие учителя побеждают. Да, все-таки роль личности учителя, она играет огромное. Конечно. Действительно, держивое слово, интерес самого учителя к своему предмету, к ученикам. Это ничем не заменишь, никакими технологиями. Да, это становится все понятнее. Да, да, да. Все больше. И хотелось бы еще такую сторону проведения конкурса поднять, как это не хотелось бы, чтобы это было только демонстрацией лучших моментов, лучшего в своей профессии, но и выявлением каких-то проблем, недочетов. Вот это присутствует, будет ли такой анализ? Конечно. Вот чего-то не хватает. Конечно. И как потом подводятся итоги, анализируются? Конечно. Ну вот, несколько лет подряд на всероссийском конкурсе, но я здесь говорю, как многолетний член жюри всероссийского конкурса, была даже такая форма, назывался «откровенный разговор». Когда жюри приглашало конкурсантов, это были группы жюри, у каждой группы свое количество было конкурсантов, и очень деликатно, но тем не менее профессионально отвечали на вопросы, помогали понять коллегам, почему, например, не удался на взгляд жюри тот или иной этап урока, чего не хватило учителю, в чем и где он, ну, может быть, растерялся в условиях конкурсного испытания и так далее. А потом, понимаете, это же такое живое общение, этот мониторинг, он идет, это вот я сейчас говорю, да, было выделено время, был откровенный разговор, но такой откровенный разговор круглосуточно происходит, понимаете? Ведь люди 9 дней находятся вместе, и на самом деле члены жюри, и сами многие бывшие конкурсанты. И потом, когда уже выставлены оценки, когда уже понятно, что никакого лоббирования нет и быть не может, уже начинается живое общение между членами жюри и конкурсантами. Это ночи напролет, понимаете, это обсуждаются уроки, и возвращаются к каким-то, так сказать, и ошибкам, и наоборот, победам, и помогают потом пятнашки готовиться к следующим испытаниям, и завязываются еще интересные такие контакты, и люди постоянно-постоянно находятся в этом профессиональном обмене. Он бывает достаточно жесткий порой, да, приходится и о проблемах, конечно, говорить. Мы сказали про первый день, про первый этап конкурса, а что станет заключительным этапом, когда лучше определяется, вот что станет решающим таким фактором? Ну, мы после того, как 15 финалистов, да, участвуют во втором этапе конкурса, у них тоже много испытаний. Ну, самое любимое испытание, все очень любят, называется мастер-класс. Почему? Потому что в нем немножко есть чуть-чуть такой театральности, потому что он происходит даже на сцене. Ну, мы всегда предостерегаем конкурсантов, чтобы не превращался в мастер-класс, да, в театр одного актера, как раз это тоже та грань. Хотя вот учитель-актер тоже вот такое спорное явление. Слишком актер тоже плохо, да? Да, здесь как раз и важна, понимаете, и важен баланс. Вот почему кто-то побеждает, а кто-то нет? Потому что в комнате где-то что-то оказывается чуть больше положенного, а кто-то разумно все соединил и соединил мастерски, и получилось гармонично. Потому что в мастер-классе уже педагог не перед детьми, а перед аудиторией своей профессиональной, то есть в зале сидят учителя, показывает, рассказывает какие-то свои технологические и методические приемы, ну, на примере какой-то темы. Происходит это на сцене. Конечно, в этом есть элемент, если не театральности, но в любом случае это все равно пространство, понимаете, сцена. Это вот не класс просто маленький. Предполагает определенный артистизм, конечно, конечно. И понятно, что все жанры хороши, кроме скучного, и здесь не должно быть скучно. Но, тем не менее, это должно быть по делу. Именно поэтому из 15 и потом 5 выбрать бывает не так уж трудно, потому что сразу выявляются лидеры. Потому что учитель года ведь это человек, который потом в течение года сначала, а потом в течение, так сказать, всей своей профессиональной деятельности будет являться таким проводником учительской, современного учителя, идеологом, так скажем, идеологом того, каким должен быть современный учитель. Поэтому, конечно, этому очень большое внимание уделяется. Потом я уже говорила, образовательный проект. Здесь они в группах работают, конкурсанты. То есть 15 человек делятся на 3 группы, на 5 человек дается проект. Ну, для меня секрет, я не знаю, как большой жюри потом всем одинаковые оценки внутри проекта ставит или тоже как-то дифференцирует, не знаю. Но они вместе делают один проект на пятерых. Ну, и там потом еще есть педагогический совет, еще есть вот такая форма. Это тоже задана тема за сутки и разрабатывается по этой теме педагогический совет. Вы видите, что вот на втором этапе учитель уже выходит за пределы класса. Да, да, да. Вот я только хотела это сказать, что это... Да, он уже становится учителем учителей, он уже становится наставником для родителей. Он уже широко, так сказать, не только и не столько показывает свои знания по предмету, сколько умения вообще работать с людьми, с аудиторией разной, со своими коллегами, да, с родительской общественностью и так далее. И эти очень интересные испытания, они, конечно... И статус свой, и личностный, и профессиональный подтверждает. У нас еще один вопрос. Имеет ли учитель право один раз в год лечиться в санатории бесплатно? Есть ли такое положение? Вот социальных сетях тоже профессии. К сожалению, положения, конечно, такого нет. Это целиком и полностью находится, ну, так скажем, в рамках работы профсоюзных организаций. Мы, конечно, просим все время учительские профсоюзы больше отстаивать интересы учителя. И как можно больше предлагать им бесплатные путевки, бесплатные поездки. Я знаю, что, например, вот в прошлом году у нас очень многие педагоги... Конечно, это был не сезон, это был конец ноября. Но, тем не менее, у нас очень многие педагоги смогли благодаря обкома профсоюзов съездить к Черному морю в Сочи и так далее. Это были вот такие вот путевки. Но распределяет их, еще раз повторяю, профсоюзная организация. Я думаю, что надо позвать сюда, в эту студию, Антонину Васильевну Гудкову, руководителя областной профсоюзной учительской организации. Она очень много лет работает на этой должности, очень большим пользуется авторитетом. Социальные вот эти вот все гарантии, запросы учительства, она прекрасно знает, отстаивает интересы. В том числе там очень много вопросов возникает и связанных с профилактическим медицинским осмотром, с тем, чтобы бюджет выделял на это деньги. И понятно, что и с санаторно-курортным лечением, и с правом на отпуск, и вообще с рабочей недели учителя. И вот она, я вижу, что интерес живой есть к этому. И она бы вот на все эти вопросы ответила. Потому что именно эта профессия, она считается в таком плане ментальным. Да, да, да. И действительно у нас активная такая активная областная профсоюзная. Да, обязательно, даже записала для себя, чтобы действительно пригласить специалиста. Еще такой вопрос. Недавно в нашей студии был международный наблюдатель Джульетта Кьеза, который приехал анализировать, как прошли выборы в Самарской области. И он вдруг сказал такую реплику, что из нашей жизни, из российской школы уходит, вот с его точки зрения, как эксперта, уходит воспитательная функция. Что вот раньше была школа и семья, а сейчас все заменяет телевидение. Вот вы с этим согласны? А вообще вот в школе есть, осталась у нас воспитательная такая функция? Вы знаете, я вообще как человек, который много лет, 25 лет проработал учителем, 11 лет проработал директором. Вот в этом конкурсе она отразится, вот эта именно воспитательная функция? Конечно, 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 естественно. Вот уже почти три года работаю руководителем департамента образования. И, конечно, хочу сказать, что это какая-то странная и непонятная мне какая-то мифическая тема, что из школы ушло воспитание. Может быть, в 90-е годы действительно были проблемы такого рода? И когда я не был ни пионерской организации, ни комсомольской, был такой вакуум, взамен пока ничего не пришло. Но сегодня я вас уверяю, что воспитательные функции школы и все вот те, кто активно бывает в школе со своими детьми, и родители, которые бывают активно на собраниях, они это видят, прекрасно понимают. Потому что сегодня и школьные организации самоуправления везде есть, и огромное количество школьных волонтерских отрядов. Возобновлено Тимуровское движение. Огромную работу военно-патриотические клубы проводят. Очень много сейчас экологи школьные работают, экологическое направление. У нас профильные смены существуют, духовно-нравственная, духовно-просветительская смена, смена казак-кадет. Вот это движение сейчас такое получило развитие, все больше и больше охватывает. Об этом можно говорить бесконечно. Это очень большая тема. И как раз сегодня, на мой взгляд, воспитательная работа в школах ведется очень широко, по самым разным направлениям. Без этого уже невозможно. И всем понятно, что если дети в школе неорганизованы, не заняты, это создает огромные проблемы. Поэтому каждый педагог, классный руководитель, директор, все делает для того, чтобы воспитательная функция школы была бы, ну, действительно, такой, знаете, покрывающей всю работу от начала до конца. Да, ну, да хорошо. Теперь спокойно, потому что, если, с такой взгляд, это, знаете, это вот какой-то миф, который постоянно повторяют люди, которые, на самом деле, давно, видимо, не были в школе. Ну, может быть, да. Понимаете? Еще один из организаторов тоже вот этого конкурса, к сожалению, забыла фамилию, сказал, что очень важно, чтобы у этого конкурса была своя атмосфера особенная. Это, по-моему, руководитель гимназии. Ну, не буду говорить, не помню. Возможно, кто-то из наших так бог сказал. Да, что вкладывается в это? У вас есть задача создать какую-то определенную атмосферу? Она сама создается, ее никто не создает, понимаете? Ведь это же сеть, это же спрут, понимаете? Такая паутина, которая уже давно охватила страну. Уже конкурсу более 20 лет, и вот я вас уверяю, я представляю, что начнется завтра и послезавтра в холле, в гостинице «Холле Дэ Инн» и перед оперным театром в пятницу, потому что люди со всей страны приезжают, члены жюри, повторяющие раз бывшие конкурсанты, мы все знакомы, мы все друг друга очень хорошо знаем. Мы постоянно за рамками конкурса свои профессиональные контакты поддерживаем. Проводятся фестивали какие-то по «Учителю года», проводятся какие-то встречи клубные, проводятся мастер-классы, проводятся семинары. И вот это сообщество, ну, существует вот это вот, понимаете, ядро, костяк. Заканчивается время, втягиваются все. Атмосфера будет. И желаю вам, чтобы вы достойно представили Самару, чтобы в следующий раз победил снова самарский учитель. Спасибо большое. Спасибо за участие в эфире. Спасибо вам за внимание и активность. Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok